Квентин Тарантино стал главным героем Ночи искусств в музее Ильдара Рязанова. Гостям показали подкаст о нем. Это аудио-история, похожая на радиопередачу. В ней раскрыли секреты мира кинематографа, то, что обычно остается за кадром. Такие подкасты музей будет готовить о разных режиссерах и выкладывать в сеть. Это будет что-то вроде электронной библиотеки. Мы хотим громко заявить о наших подкастах, о том, что они интересны. Они посвящены не только исключительно Ильдару Рязанову или советскому кинематографу, но и всему мировому кинематографу в целом. Это, конечно, более удобный формат, потому что не всегда у всех есть возможность читать тексты, а как раз слушать, в том числе включать в качестве фона. Допустим, человек едет в машине, в транспорте у него есть возможность, соответственно, включать эти материалы или по ходу каких-то занятий, которые не требуют большой сосредоточенности, там, не знаю, бытовые, домашние дела. Все это можно прослушивать в тот момент, когда читать, разумеется, не получается. Помимо лекций, обсуждения для гостей приготовили и активности. Каждому, кто пришел в музей, дается вот такая карта, где именно искать следующую подсказку киновикторине. Приобщиться к прекрасному в этот вечер решил Иван Галкин вместе с друзьями. Молодые люди, будущие инженеры, в повседневной жизни учатся собирать важные детали и работают с чертежами. Но и культурная жизнь парням не чужда. Посмотрели программу, увидели, что там будут несколько интересных лекций, квест, и решили, что нам это будет интересно. Изучение каких-либо отраслей искусств – это как хобби. Подсказки для разгадки квеста находились по всему музею. Тема – мир советского кино. Фильмами Рязанова авторы не ограничились. Наша съемочная группа тоже решила проверить свои знания. Мы нашли новую подсказку, а это любимая всеми ирония судьбы. Ключ к ответу в опразе главного героя. В этот момент в фильме зазвонил звонок. И вот мы уже понимаем, куда идти дальше. Отгадать предложенные загадки под силу лишь истинному киноману. Мария Левина, Григорий Пелешаков. События.